Вы смотрите столярный канал Владимир Жиленко. Приветствую вас, друзья! Сегодня буду изготавливать интересную столярную работу. Такая работа, я думаю, понравится многим зрителям и подписчикам. Таких работ много на моем канале, и тем не менее, эта столярная работа вызывает всегда интерес, когда зрители смотрят такие работы. Корзинка. Я буду изготавливать ее из дерева. Чтобы придать шарм и нарядность этой столярной работе, я буду использовать направление, мой любимый стиль. Японский. И некоторые элементы я буду внедрять в свою столярную работу, взяв их из японского стиля, из японских иероглифов, из японских. Об этом я поговорю в конце фильма. Вам будет интересно принять участие в обсуждении данной столярной работы. Усаживаемся, друзья, и приятного просмотра. Для изготовления корзинки буду использовать термодерево. Это термобук. Перед началом работы влагомером замеряем процент влажности. Позиция 4. 8,5%. Две боковинки. Имеет форму, наверное, лопаты или какой-то ракетки. Чтобы сэкономить, приходится так вот вырезать. И еще заготовки на донышко и на боковые стенки. Сейчас произведу склейку, а те детали обработаю в рейсмусе. Изготовил и обработал два мебельных щита. Это боковинки корзинки. Имеет форму снежной лопаты. Привет, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, дружок. Посмотрите, новый мой охранник. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, поздоровайся со зрителями. О, привет. Новый помощник мой появился. Продолжаем. В форме снежной лопаты. Вообще, основная форма, это круг. Будет круг. И ручка. Для того, чтобы обработать эту всю криволинейную поверхность, я буду использовать первое, фрезерный циркуль, и обрабатывать этот круг. И второе, я буду проходить вот эти места на ленточке, обрезать с запасом. Я из этого был вот такой шаблон. И поэтому шаблоны я должен... И фрезой я должен обкатать вот эти места, вот примерно так. С одной, и с переворотом с другой стороны. Сейчас настраиваю фрезер. Настраиваю ленточку, и все буду показывать. Для того, чтобы установить шаблон, да у нас существовать база. Я шаблон должен укреплять одинаково на всех четырех сторонах. По центру есть отверстие. И я шилом делаю так, чтобы совпадали два отверстия. Притягиваю струбциной. И потом саморезами закручиваю в двух местах шаблон. В одном месте здесь будет ручка и будет фрезеровка идти. А здесь за рабочим полем. Фреза кукурузка. Так называемая. Десять тысяч оборотов. Десять тысяч оборотов. Десять тысяч оборотов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, качество обработки отличное. Здесь уже не надо ни шлифовать, ни дорабатывать. И так с четырех сторон прохожу. Потом делаю отверстие, устанавливаю фрезерный циркуль и обрабатываю вот эту окружность. После обработки на большом фрезерном станке заготовка имеет такой вид. Лопата с ручкой. Я просверлил отверстие, глухое. Есть фрезерный циркуль. На этом фрезерном циркуле есть шток, ограничение. Это центр, по которому будет вращаться циркуль. Вот так выглядят боковинки. И на эту боковинку надо укрепить девять ламелей. Эти ламели пока еще не обработаны по толщине и по ширине. Только две базы. По краю надо фрезеровать пазы. Глубиной примерно 10 мм, шириной 40 мм. Можно использовать циркуль, но тогда будет паз полукруглый. Красиво, хорошо, но для таких изделий паз этот не подойдет. Здесь надо прямые пазы делать. Для этого я сделал такое приспособление. Это приспособление можно вращать. Здесь прямой угол. И здесь есть паз для перемещения копировальной втулки. Разметка центр и здесь разметка. Разметку производил кустарным методом. Померил окружность, разделил. Вот здесь стоят метки. Устанавливаю противметки. И устанавливаю инструкцию. Две метки совпали. И теперь надо фрезеровать по копировальной втулке. Две метки. Две метки. Д�лкой. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот эти все ламели. Две базовых размера, толщину и ширину, чтобы плотно входило. Сделать закругление. И практически все готово к тому, чтобы все это собрать. Здесь остается профрезеровать паз. Здесь будет ручка. И во время фрезерования я специально по центру прикручивал саморез, чтобы удерживать шаблон. Как раз на этом месте должен быть паз. Потом на станке ЧПУ с обратной стороны надо сделать вставку. Это знак. Знак японский иероглиф. Четыре управляющих программы. Вставка делается двумя фрезами. И сама доска делается двумя фрезами. Покажу частично небольшой эпизод. Черновая обработка проходила 6 минут. Сейчас стоит гравер. И он обойдет кругом и сделает угол наклона. Доска. Две операции. Две боковинки. Внутренняя часть, наружная часть. Интарсия выполнена в виде иероглифа. Девять ламелей. Эти ламели сейчас на клею вставлю в пазы. Склею между собой. И потом буду продолжать сборку. Из этой детали надо изготовить ручку. Из второй изготовить ножки. Ножки должны напоминать иероглифы. То есть форма ножки и форма иероглиф должны совпадать. Это наверное самое главное в этой столярной работе. Вот так выглядит готовая столярная работа. Это корзинка. Назначение корзинки для того, чтобы сходить на рынок. Сходить на пикник. Сложить продукты, сложить овощи, фрукты, которые требуют нежного отношения при транспортировке. Вот такая форма. Интересная форма. Мне эта форма очень понравилась. Есть в этой форме какой-то шарм. И наверное самый большой шарм то, что все-таки эта столярная работа должна отвечать японскому стилю. Первая иероглиф. Это любовь написана. Вот эти ножки также в форме некоторых знаков. Вот такой наклонный стиль в Японии присутствует в очень многих столярных работах. Я использовал термобук и столярная работа выглядит следующим образом. Большой объем и можно поместить довольно-таки много продуктов. Интересная и красивая столярная работа. Вид снизу покажу. Я использовал несколько интересных приемов, которые вы увидели при изготовлении данной столярной работы. Интарсия. Это врезка одного материала в другой. Материал термоясень. И здесь бук. Вот эта эмблема, конечно, украшает и придает нарядность. Внизу, друзья, будет ссылка на мой интернет-магазин, где вы можете зайти, посмотреть и при желании приобрести любой товар, который есть у меня в магазине. Эта корзинка также будет присутствовать в магазине, но она в одном экземпляре и найдется счастливчик, который купит ее. Но в любом случае я оставлю чертежи. И при желании вы можете приобрести эти чертежи и изготовить по чертежам данную столярную работу при условии, что она вам очень нравится. Еще раз покажу со всех сторон. Интересная столярная работа. Я иногда говорю, что столярная работа нравится автору. И вот в этом случае, друзья, я скажу, что работа нравится и автору. Можно ли эту работу сделать из подручных материалов, которые есть у вас? Можно, к примеру, вот эти боковинки сделать из фанеры. Конечно, можно. Допустим, ну фанеру надо десятку, минимум. Ламели можно сделать из фанеры толщиной 7 миллиметров. Это, наверное, минимальный размер. Но при этих размерах в любом случае корзинка будет иметь жесткую конструкцию. Конструкция интересная, необычная. Здесь круг. И круг этот создает какую-то нежность. Вот эта ручка, это стремление вверх. И вверху, как тучки, как облака. Вот эта ручка. Вот эти знаки, это относится к Японии, к иероглифам. Поэтому здесь очень много интересных моментов, на которые я обращаю ваше внимание. Края все обработаны, внутри гладко. В качестве финишной отделки я использовал водный акриловый лак. Ну вот, друзья, такая столярная работа. Еще раз напомню, кто хочет приобрести мои товары, заходите в магазин, выбирайте, покупайте. Кто хочет приобрести чертежи, друзья, найдете в магазине. В разделе мебель будет фотография, будет чертеж. И при желании вы можете приобрести этот чертеж и изготовить данную столярную работу. А я вам говорю, всего вам доброго. До новых встреч. С уважением. Владимир Желенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова